Политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий, рады приветствовать. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну что, ситуация, которая только что была описана в сюжете, которую мы демонстрировали нашим зрителям, весьма интересна. Как вы считаете, насколько это демонстрирует тенденцию того, что будет происходить в самое ближайшее время в разных государствах касательно отношения к российским активам? Я думаю, что это абсолютно реальный сценарий. Более того, реакция Медведева, она просто золотая была, то, что мы сейчас увидели. То есть, просто очевидно, что это удар, во-первых, по кошелькам Кремля. Почему? Потому что в значительной степени вот эти богатые россияне, о которых шла речь, это, в общем-то, операторы российского богатства. То есть, достаточно много бывает примеров, когда уходящий на покой такой некий олигарх на пенсии оказывается не нищим пенсионером, но, тем не менее, он передал вот эти активы. Поэтому, то есть, это один момент. Другой момент. Мы, опять же, по связанной вопросу, то, что видим, это вопрос передачи российских активов арестованных. И очень, это очень, все эти темы очень больные. И невозможность работы вот таким образом, как под видом киприотов и арест российских активов, а уж тем более для передачи Украине. Что Россия в ответ, в принципе, не в состоянии сделать очень многого. Потому что, например, сейчас, когда появились такие инфографики о том, как Россия арестует западные активы в ответ, и там действительно, как будто бы солидная сумма, но там тоже очень интересная структура. Там, например, основная масса вот этих, ну не основная, а значительная масса, это тоже кипрские активы, которые есть в России. Очевидно, что это те же самые российские активы, которые заходили теперь с Кипра. То есть, действия России, они очень напоминают тот анекдот, который появился, когда на кого-то из западных лидеров накладываются санкции о невозможности, запрет на въезд в Россию. Ох, как же теперь Байден переживет без курортов в Сызрани. Ну вот тут вот приблизительно похожая ситуация, а то, что ограничения будут продолжаться, это очевидно. И передача активов в Украине, я думаю, тоже на самом деле не за горами, почему и происходят вот такие нервные и нервозные высказывания со стороны российских властимущих. Дмитрий, хотелось бы с вами обсудить еще одну тему. Итак, аналитики Института изучения войны указывают на то, что Кремль продолжает использовать концепцию соотечественников за рубежом. Ну, защита, исконно русского населения и так далее, чтобы оправдать свою возможную агрессию в отношении стран Балтии и других стран-членов НАТО. Скажите, пожалуйста, учитывая вот все посылы, месседжи, заявления Путина, все его свиты, на самом ли деле вот такая подготовка, по вашему мнению, ведется уже? Или она началась уже давно? Я думаю, что она началась несколько ранее. Тут вполне, да, очевидно, речь по поводу для обсуждения явно послужила слова Путина, Лукашенко, Володина, которые были вызваны вот этим празднованием, или как это назвать правильно, годовщиной снятия прорыва блокады Ленинграда. То есть вот о чем речь шла. И я думаю, что абсолютно очевидно, что так оно и есть. Мы просто можем вспомнить о том, что на протяжении всего 2021 года относительно Украины у Путина появлялись такие хамские статейки, где он якобы в историческом плане расписывал, почему Украина не существует, почему, в общем-то, проект Запада и такое все прочее. Поэтому относительно же соотечественников, да, эта концепция выстраивалась уже очень давно, практически с 90-х годов, и работа на территории стран Балтии, особенно Эстонии и Латвии, больше всего даже Латвии, скорее, в Литве все-таки несколько иная ситуация, она велась постоянно. И, то есть там определенные эти позиции и так были созданы. И я не думаю, не стоит, что, наверное, стоит говорить о том, что это какая-то вообще новая идеология. Нет, это вот эти слова о том, что Россия противостоит нацизму, это, скажем так, это часть вот этой большой идеологии русского мира и гражданской религии победобесия. Тем более, что нацизм, вот сам по себе, противостояние нацизму, его удобно использовать, поскольку в мире на Западе есть достаточно четкое негативное отношение, негативная коннотация именно даже этого слова. Поэтому вот это паразитирование и происходит. И я думаю, что вот сейчас, когда стала очевидна такая тупиковость ситуации на фронте для Путина, то есть обычно это российская пропаганда кричит, что вот тупик, мол, как в Первой мировой войне, поэтому давайте сдавайтесь, но на самом деле тупик для них. Почему? Потому что цель войны это захват всей Украины и изменение геополитической ситуации вообще, чтобы Запад стал считаться с Россией. То естественно, что расширить агрессию и открыть новый фронт, да, Россия может, да, Россия способна. И вот такие слова Путина и его окружение следует воспринимать именно как предупреждение для того, чтобы в глобальном плане изменить ситуацию. Поэтому то, что это подготовка к агрессии, идеологическое ее обоснование, да, это однозначно. Ну да, это по сути такая себе, согласитесь, технология, которую уже неоднократно путинская Россия использовала, мы это прекрасно знаем. Дмитрий, как всегда, благодарим вас за это включение, рады были вас видеть. Итак, Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан», присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Большое спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.